здравствуйте дорогие телезрители сегодня мы разберем интерфейс программы к sweet то есть данном случае кесва 2 но перед этим я бы хотел показать вам как выглядит обычный российский украинский загрузчик то есть что из себя представляет вообще загрузчик например возьмем motor loader от компании motor master и здесь мы видим выбор блоков управления двигателем то есть здесь нам не говорится на какой машине стоит мы это как профессионалы вообще-то должны знать вот нажимая на конкретный блок мы открываем справку и нам показывается как к этому блоку подключаться значит допустимые команды то есть что он поддерживает есть чтение flash чечения и пром до допустим вот теперь перейдем к чип лодеру украинский загрузчик тут тоже есть список блоков в верхнем меню даже без фотографии опять же предполагается что мы знаем на каком автомобиле стоит данный блок и то же самое почти то же самое то есть доступная команда у нас есть установить связь читать flash читайте пром после того как мы подгрузим прошивку появится вот эти вот загрузить flash загрузите пром удалить имя паспорта был можно сочетать в режиме диагностики также есть помощь справка то есть открываем интересующий нас блоков управления нажимаем справочку и в принципе доступные команды то есть как чего вот тоже самое есть и в кес ксвит но сделано это немножко в другом формате сразу по центру программы бросается в глаза вот это вот линейка выбора транспортного средства то есть автомобили мотоциклы грузовики трактора и яхты ну или лодки вот и люди которые никогда не пользовались другими загрузчиками сразу же нажимают сюда начинают выбирать значит автомобиль то есть допустим подъехал какой-нибудь там рено дастер значит в программе он обозначается как дача дастер и выбираем но я сейчас говорю о том что делает обычный пользователь то есть например мы знаем что у нас 16 но если не знаем то спросим владельца автомобиля либо посмотрим под капот либо значки на багажнике увидим и он показывает значит мощность двигателя сейчас выделю даже вот так вот это вот к в мощность в киловаттах это в horse power лошадиная сила тип топлива то есть петрол это у нас бензин дизель это солярка май мануфактур ер то есть год выпуска начальный год выпуска то есть от 2013 и выше получается потому что программа не может знать когда эта машина будет снята с производства правильно дальше и к электрон контрол юнит то есть был блок управления двигателем в данном случае здесь simon cms 3120 дальше режим работы убеди 2 то есть что это значит никакие провода не цепляем кроме самого главного моим кабеля который идет к убеди и все просто дальше самое интересное о чем даже профессионалы некоторые не знают у меня спрашивают постоянно вот вот именно из-за этого хотел этот ролик очень давно уже запилить это вам значит family это значит номер протокола в данном случае 255 стоит вот но посмотрите на другие двигатели здесь стоит тоже 255 протокол то есть неважно какой мы выбираем двигатель какой в итоге конкретно автомобиль протокол то все равно один то есть по принципу например motor loader да то есть если я знаю что у меня блок стоит m74 мне неважно на какой машине стоит на приори на гранте на самаре на калини он может по моему стоять второй и мне тут не дается выбор автомобиля потому что мне это незачем а здесь косвит это сделано для удобства чтобы простой человек не зная вот этих технических деталей какой там блок стоит чтобы он не заморачивался с этим выбирал именно по автомобилю тем более еще блоки разные 3150 и 3120 а протокол все равно один вот что тут еще у нас дальше сейчас так с фам чуть попозже еще более подробно объясню значит самая тоже очень интересная функция это чек чексум контрольная сумма если галочка стоит значит кес сам обсчитывает контрольную сумму а что такое контрольная сумма дело в том что когда появились первые компьютеры на производстве они использовали в качестве носителя информации перфоленту то есть бумажная лента с отверстиями если отверстие было пробито это был допустим единичка если не пробита значит нолик и считывающее устройство определяя определяла вот эти биты складывала их в байты и таким образом продвигая ленту через считыватель программа выполнялась но так как работе рабочие токаря слесаря эту перфоленту носили туда-сюда они могли ее за замаслить руками поэтому программа могла пойти неправильно то есть представляете если у вас например станина съехала со станка и либо наоборот уперлась в шпиндель это авария на производстве этого допускать нельзя поэтому придумали контрольную сумму которая обсчитывает количество битов и просто и складывая на выходе получается один контрольный бит и если контроллер то есть процессор понимает что складывая эти биты на выходе мы получаем не то она тут же блокировала эту программу останавливала чтобы не было аварий автомобилях то же самое дело в том что если флешка стареет либо как-то может испортиться двигатель может начать работать настолько неправильно что это может привести к поломке его и в случае если процессор определяет что контролька неверно он тут же останавливает программу то есть глушит двигатель и никакие команды абсолютно не выполняет и сканер показывает нам ошибку ошибка позову или ошибка контрольной суммы вот такая вот важная информация хотел донести давно до для до всех вот то есть если галочка стоит контрольную сумму кесса считывает сам пересчитывает то есть вы считали прошивку заливаете тюн в тюне уже что-то изменено поэтому нужно пересчитывать контрольку если эта галочка не стоит то вы сами в программе или ваш калибровщик с кем вы работаете должен эту контрольку посчитать заранее потому что кесс этого не делает если галочка не стоит так едем дальше rd read то есть есть ли функция считывания прошивки если галочка стоит значит прошивку сочетать можно если она не стоит значит прошивку можно в блок только записать это кстати нормальная ситуация не стоит этого бояться я в последнее время вообще не читая прошивки с автомобилей ну настолько обленился что мне просто достаточно идентификаторов и я уже подбираю прошивку и загоняю просто ну дело в том что этого я этим давно занимаюсь поэтому тут ошибка исключена ну если вы начинающий чип-тюнер то лучше считываете все-таки прошивку с блока не надо рисковать из-за каких-то там 15 минут там четырех минут где-то по-разному читается прошивка по времени так поехали дальше рассмотрим на примере audi ну допустим а4 так 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 значит видим что допустим один и тот же блок можно делать в двух режимах так я умер стрелочка вот блок me 755 режим убеди есть контроль к почитал по посчитывается под считывается ли есть режим считывания прошивки тут же есть режим boot bootstrap так называемый то есть это boot режим здесь контроль к не обсчитывается но есть возможность читать прошивку зачем нужен режим boot если блок не выходит на связь то есть залили какую-то кривую прошивку или еще что-то либо допустим блок с разборки и он не видит ключа ну ему белайзер не видит то есть он не даст вам считывать просто так ничего и записывать использоваться режим boot а теперь перейдем именно к интересному моменту пробуд режим и fm family то есть две вещи я в два в одном буду объяснять опять же на примере motor loader есть у нас режим так называемый с доработкой есть режим без доработки на примере ну давайте вот bosch 797 возьмем вот пожалуйста без доработки вот с доработкой в чем же разница разница в том что без без доработки так без доработки у нас доступны команды всего лишь записать прошивку то есть запись flash считать ее нельзя в основном это как бы не нужно но допустим не надо брать иммобилайзер доступа у меня нет и прому поэтому тот же самый блок я делаю уже с доработкой доработка это такое российское название boot режима это немножко неправильная вещь то есть кто-то ее давно придумал и так но и как бы повелось это доработка не какая-то не доработка ничего там не зарабатывается это перевод контроллера в режим загрузка загрузки будет режим так называемый для этого нужно перепаять резистор с одного места на другое провести все необходимые операции и запаять его обратно а уже в этом режиме когда резистор перепаян поддерживается и чтение flash и чтение и пром и запись и пром где кстати границы иммобилайзер на этом блоге вот разница в этом это у нас режим будет теперь что касается fm как я уже говорил блоки блин неправильно в обычном загрузчике представлены нам только блоки мы сами должны знать на каких тачках они стоят так и в кессе тоже есть такая такое представление блоков то есть можно сказать что это представление более удобно для нас скажем русских ребят которые привыкли уже пользоваться там утром ударом включается этот режим через кнопочку protocols значит здесь показано полностью количество всех блоков поддерживаемых и есть три режима то есть bootloader 3-core это для блоков на базе процессоров 3-core в основном 17 не в основном полностью 17 серия и от c17 мет 17 мне 17 все такое ну continental еще есть по ходу есть bootloader 110 то есть контроллер на базе процесса 10 тот же 798 м е7 м е7 5 м е7 9 7 ну и так далее и и список блоков которые делаются просто по убеди их тут вообще-то большинство то есть если я вот так буду листать это прямо займет ну очень долго поэтому я этого делать сейчас не буду ну так давайте покажу чё а то тоже все спрашиваю какие машины поддерживает киос да можно сказать все поддерживает 80 процентов 80 процентов всего автомобильного рынка здесь можно нажать кнопочку number и получится у нас протокол с первого по 539 представляете если бы в motor loader было не вот столько бога сейчас разную 3 4 5 6 7 8 16 ой блин начался математика только короче 23 до 4 да да пусть будет даже 30 блоков они еще как-то сюда влезут тут 539 представляете какой motor loader был бы крутой а это болен суще капец просто но вот у нас кеса такой вот крутой он поддерживает 539 разных протоколов вот то есть наугад прям жмем mercedes bosch и dc 16 плюсом почему указывается mercedes ну видимо блоки немножко имеют разную прошивку разное железо то есть тот же и dc 16 например под ваг он имеет у нас другой протокол немножко вот давайте ваг выберем какая разница то есть жмем два раза а нет так не прокатывает жмем ok выскакивает справочка на английском языке ну кто не знает придется переводить ничего страшного привыкните слова эти все запоминаются легко и потом уже проблем не возникнет справка она очень простая практически вам говорится что нужно все время нажимать только ok все тут выбираете кан или калайн дело в том что опять же блок может иметь разные модификации как определить кановский на виколайновский ну то просто попробовать знаете будет связь или не будет пока например все и делаем считывание иди для начала либо если вы начинающий пользователь вы делать сразу считывание прошивки то есть reading вот если вы уже готовы записать прошивку подобрали нажимаете в writing если что-то пошло не так что может пойти не так ну например выпал убеди кабель из разъема во время прошивки а я я я я такой кипиш ну или юсб провод откололся там но всяко бывает цвет выключили у гаража автономного источника у вас нет вот у меня нету например что это кстати плохо блин надо бы надо бы приобрести для этого есть режим recovery recovery specials это быстро настройка чего настройка что я не буду туда лезть что-то я забыл короче говоря это справки я даже все есть можете почитать зачем это надо вот то есть здесь кому-то работать проще под номеру протокола до либо по получается по алфавиту м по фам фамили то есть в машинке начинающиеся на на б на камин сдав ну и так далее так сейчас поставлю паузу вспомнив что я еще хотел сказать важную ага вспомнил короче говоря все время спрашивают зачем для кеса столько проводов идет разных зачем они нужны там ни разу не видел чтобы они применялись да а потому что все время по убедить чипуете во мне никогда в жизни не понадобится может быть так они нужны короче вот для этих вещей то есть bootloader все эти кабели они называются либо bootloader кабель либо bootloader адаптер который с коробочкой либо универсальный кабель на котором есть отдельно выведена кан линия к линия плюс минус то есть как в блоке я на столе у себя подключаю это для этого то есть это даже в режиме убеди можно использовать если у вас блок приняту принесем с улицы грубо говоря то можно его подключать проводами вот а в основном они нужны вот для этих вещей открываем справку читаем на английском языке переводим один раз стал достаточно сделать и потом уже запомнить так выбираем тип блока я наугад это дело у меня же не сейчас конкретно не стоит задача что-то прошить смотрим ага похож похож отлично так как мы оба подцеплять предлагается использовать позитив фрейм позитив фрейм то позитив фрейм то есть этот где он стол короче этот illumination деск это такая штука которая показывал когда прошивал блог нет 1798 вот есть режим использования только позитив фрейм позитива ник то есть только беден стала короче вот и direct connection то есть тупо проводами а чё давайте посмотрим как это все делается так тут показано . будут точки подключения на разъеме блок управления все подписано и написано какой кабель использовать то есть вот такой and и такой а стоп либо такой кабель до 1 либо отцы адаптер и такой кабель вот кабель этот у нас вот здесь вот он знакомая штука не правда ли вы ее видели в коробочке с кесом вот это кабель под номером 14p600 кт 02 у него есть обозначение то есть можно по цветам скажем ориентироваться то есть даже не можно нужно там не подписанного вообще-то то есть ориентируемся ориентируемся именно по цветам вот тут посмотрели такие знакомая штука нажимаем назад ну и дальше цепляем уже блоку вот после этого нажимаем ok и и снова либо читаем инструкцию либо далее ok тут уже выбираем блок и также нам уже доступны команды айди ридинг в райтинг и некие настройки которые мы пока не трогаем пока это вообще не понадобилось принципе все то есть контрольная сумма очень важно никто этого практически не понимает кто не учился в этом университете кто не работал на производстве ну и кроме калибровщиков профессиональных контроля сумма это очень важная вещь про family по протокола рассказал то есть здесь мы выбираем именно блок а здесь или здесь или здесь мы выбираем конкретно автомобиль и неважно то есть ну то есть нам тоже подсвечивается естественно на каком-то блоке сделан то есть для кого-то так удобнее то есть выбрать по автомобилю но часто так получается что например volkswagen почему-то прошивается через шкоду потому что вот они взяли такие и забыли включить этот двигатель вот сюда вот нету там такого зайдем например volkswagen там джетта так и ищем ищем наш движок его нет блин ну нету и все а если есть там блок какой нет не тот стоит который у нас ну а как мы это определим ну просто вот не будет я сцепляться например блоку и в итоге так хочу такое еще не цепляется да потому что блок то не тот стоит чё не думаете там все обязаны одни и те же блоки ставишь что ли да нет ни хрена и бывает такая штука что мы выбираем шкоду допустим октавию смотрю о наш блок тут стоит чем тут делает вообще у меня же volkswagen ну вы понимаете короче как это все устроено поэтому вот тем кто руку набил уже на этих тачках и проще вот сразу сюда нажимать и уже не париться с выбором автомобиля все наверное на сегодня будут вопросы пишите расскажу как обычно гневные комментарии оставляйте какой а засранец как я всем продаю в три дорогие эти кесы и китаги ну так что еще там напишите как можно больше комментариев всяких это полезно мне для раскрутки видео то есть чем больше вы пишите комментов тем больше людей сможет посмотреть мои ролики соответственно тем больше я продам кесов тем больше заработаю бабла вот чего и вам желаю зарабатывайте развивайтесь и счастливо